Здравствуйте! Мы с вами продолжаем рассказывать кратко о русской культуре. И тема сегодняшнего занятия — это художественная культура России XIX века. Кратко дадим общую характеристику этого периода, который, конечно, очень объемный и по количеству материала, и по тем задачам, которые решались в рамках искусства и в рамках культуры в это время. Отметим, что одной из наиболее значимых вех в формировании облика культуры этого времени стал патриотический подъем, который был связан с победой в войне 1812 года. И вот этот патриотический подъем обусловил во многом и эволюцию художественной культуры. Это и какие-то темы, которые были актуальны в литературе, это и те сюжеты, которые раскрывались художниками в их произведениях, это образцы скульптуры и архитектурные сооружения, которые становились такими памятниками, посвященными славе русского оружия. Второй важный момент, который характерен для общей характеристики культуры XIX века, это также деление на различные стили, различные художественные и эстетические системы и их последовательная смена. Начинается XIX столетие классицизм, его наивысшая стадия расцвета, это период ампир. Далее формируются предпосылки для развития романтизма. В середине XIX столетия, если говорить об архитектуре, то речь пойдет об эклектике. Для изобразительного искусства это будет критический реализм. И вторая половина XIX века вплотную уже примыкает к стилю модерн, который также будет в сфере нашего внимания. Следующий важный момент, который необходимо указать, давая общую характеристику культуры XIX века, это, конечно, тот масштаб, который уже приобретают памятники искусства, и масштаб значения, которое понималось и представителями государственной власти, и для людей тоже памятники культуры, памятники искусства, они становятся более доступными, потому что часто там интерпретируется уже тема народа. Во второй половине XIX века будут проводиться передвижные художественные выставки. Художники в своих произведениях в большей степени будут обращаться именно к национальным истокам, к национальной традиции, к сюжетам, которые были более доступны и более понятны. А также отметим, что в XIX столетии появляются предпосылки для формирования искусствоведения как науки, появляется и активно развивается художественная критика, предпосылки этого явления были сформированы еще в XVIII веке, однако в XIX столетии появляются художественные журналы, например, «Русский музеум», «Журнал изящных искусств», «Общество поощрения художников» и так далее. Кроме журналов формируются и художественные объединения, которые также способствовали распространению демократических тенденций. По-прежнему велика была роль Академии художеств, которая, конечно, выполняла функции такого главного контролирующего учреждения, которое определяло официальную линию развития искусства. И тем не менее, содержание культуры XIX столетия было преимущественно пронизано гуманистическими идеалами, потому что названные причины обусловили и такие идеи, которые были отмечены высокогражданским пафосом. Также в это время получают распространение масштабные ансамбли в архитектуре. Произведения являются образцами синтеза искусств. Скульптура и архитектура, декоративная живопись и декоративно-прикладное искусство — всё это формировало неповторимый облик русской культуры XIX столетия. Говоря о развитии отдельных видов искусства, отметим, что для архитектуры период классицизма, период ампира, он был связан прежде всего с формированием крупных градостроительных ансамблей и с решением крупных градостроительных задач. Примерами таких ансамблей становятся, например, Дворцовая площадь в Петербурге, которая была оформлена благодаря деятельности Карла Росси в 10-е и 20-е годы. Благодаря постройке здания главного штаба, арке главного штаба, которая объединила два корпуса, площадь приобрела законченный вид и чёткую пространственную ориентацию. Второй пример ансамбля, который также принадлежит этому выдающемуся архитектору, это ансамбль площади Островского со зданием Александринского театра. Это площадь, которая также располагается в историческом центре Петербурга. Здесь сходится Невский проспект, Малая Садовая улица, нынешняя улица Зодчего Росси и переулок Крылова. Архитектурный ансамбль здесь также пронизан традициями классицистического восприятия. Мы с вами встречаемся и с элементами античной орденной системы, и с символами, и аллегориями, которые были характерны для этого художественно-эстетического явления. А также скажем, что кроме триумфальной тематики, которая, как я отмечала, прославляла славу русского оружия, для классицизма характерно особое распространение общественных зданий, общественных сооружений, которыми являются, например, театры, казармы и так далее. Вот перед вами на слайде изображение здания Александринского театра, которое было построено в 1832 году. Следующий ансамбль этого же архитектора – это ансамбль площади искусств, в который включает в себя Михайловский дворец. Здесь ныне располагается Государственный русский музей. Строительство тоже было реализовано в 10-е-20-е годы. Еще один архитектор, выдающийся мастер классицизма – это Тома де Томон. Спроектированная им стрелка Васильевского острова является одним из самых узнамаемых образов Петербурга. Если говорить о других мастерах, которые работают в это время, конечно, особое внимание следует уделить архитектору Воронихину. Это мастер, который является автором грандиозного Казанского собора. Казанский собор, который призван был увековечить память о русских войнах и о войне с Наполеоном. В дальнейшем, когда здание ансамбля было дополнено двумя статуями полководцев, а вот этот мемориальный характер приобрел еще большее звучание, более яркое. Отметим, что данный памятник является примером культовой архитектуры, и тем не менее церковные сооружения, их функции становятся более широкими, более глобальными. То есть это всегда еще и памятник истории, в данном случае памятник, который посвящен войне. Отметим, что классицизм как стиль достаточно деликатно обращается с предшествующим наследием. Например, при перестройке Адмиралтейства, которое было реализовано архитектором Захаровым, был сохранен общий образ, который это сооружение имело в XVIII столетии. То есть шпиль Адмиралтейства с корабликом, который тоже является одним из символов Петербурга, это элемент, который был воспринят и интерпретирован именно из барочной архитектуры. Отметим, что не все сооружения периода классицизма были такие масштабные, существовали и более камерные постройки, если это отвечало их назначению. Перед вами мавзолей супругу-благодетелю, который был построен в 1808 году архитектором Тома де Томоном. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, желая увековечить память покойного супруга, заказала вот такой вот памятник. То есть погребения здесь отсутствуют, однако это такой вот символ верности, символ супружеской любви. И, как я уже сказала, классицизм во многом был связан с развитием общественных построек гражданской архитектуры. Вот перед вами здание казарм Павловского полка на Марсовом поле, сооружение, которое было возведено по проекту архитектора Стасова. В X-е годы XIX века это еще один выдающийся памятник и еще один выдающийся зодчий. Сооружение высокого классицизма дышит суровым величием. Лаконичный декор, сдержанность. Это отвечало и содержанию памятника, и также отражало эстетическую систему классицизма. Отметим, что в контексте архитектуры Петербурга появляются образцы, которые также были связаны с увековечением славы русского оружия, но были посвящены уже другим военным конфликтам. В данном случае перед вами Московские триумфальные ворота по проекту того же архитектора Стасова. Они были построены в честь победоносного окончания русско-турецкой войны 1828-1829 года. Скажем, что классицистическая архитектура получает распространение не только в Петербурге. Другие города, в частности Москва, также получают сооружения, которые были выполнены по принципам классицизма. Например, архитектор Осип Баве строит в Москве несколько сооружений, проектирует несколько площадей. А перед вами здание Большого театра, которое было построено в 1821-1825 годах. К середине XIX столетия на смену классицизма приходит новое явление в архитектуре, которое было связано с эклектикой. Эклектика предполагает метод выбора каких-то стилевых ориентиров, каких-то форм прошлого, которые позволяли художникам архитектуры создавать неповторимый облик их сооружений. Поэтому с середины XIX столетия мы будем говорить о различных неостилях. В зависимости от источника, например, если в качестве прототипа был взят барочный ансамбль, это будет памятник необарокко. Если элементы готической архитектуры, это неоготика, псевдорусский стиль и так далее. Вот перед вами один из образцов эклектики. Это дворец Белосильских-Белозерских, архитектор Штыкиншнейдер, 40-е годы XIX века. Сооружение, которое располагается в Москве, храм Христа Спасителя, авторство Константина Тона, это тоже памятник, который отвечает названной особенности. То есть выбор из наследия прошлого какого-то прототипа, образца, который становится источником вдохновения и источником формы образования. В данном случае мы видим, что мастер опирается на наследие средневекового зодчества, на наследие архитектуры Византии и Древней Руси. Также отметим, что этот памятник, как и Казанский собор, является таким мемориальным сооружением, знаком благодарности Богу, Творцу в честь победы над Наполеоном. И подобного рода постройки они получают распространение вплоть до конца XIX столетия, когда на смену этому стилю приходит уже новый стиль, стиль модерн. О нём мы будем говорить отдельно. Рассказывая кратко о характеристике изобразительного искусства, мы с вами также встретимся с последовательной сменой класситоистических тенденций в живописи и скульптуре. Далее появляются предпосылки для формирования романтической линии. В середине XIX века, как я уже отмечала, на сцену выходит критический реализм. И к концу XIX столетия обычные исследователи говорят о так называемом поэтическом реализме или о русском импрессионизме. Рассмотрим некоторые примеры. Перед вами произведения, которые принадлежат Аресту Киприенскому. Это автопортрет и портрет Жуковского. Можно видеть о том, насколько изменилось понимание образа, насколько изменились художественные формы и приёмы в сравнении с портретами XVIII столетия. Ещё один интересный пример, который тоже принадлежит кисти Киприенского, это портрет Евграфа Давыдова, работа 1809 года, которая хранится в собрании Государственного русского музея. Ну и шедевром, который также относится к творчеству Киприенского, является портрет Александра Сергеевича Пушкина, который представлен перед вами на слайде. Другие живописцы, которые работают в первой половине XIX века, они продолжают названную тенденцию и привносят в неё что-то своё. Например, художник Тропинин создаёт такой жанровый портрет. В данном случае мы видим с вами изображение кружевницы и златошвейки. С одной стороны, это портретная живопись, с другой стороны, это обобщённый образ, тип, который связан с женским рукоделием. Мы уже отмечали о том, что для формирования художественной традиции ключевая роль отводилась в Академию художеств и системе академического образования, которая совершенствовалась, усложнялась. И представителем этой академической традиции становится творчество Карла Павловича Брюлова. Перед вами его общепризнанный шедевр – работа «Последний день Помпея». Она была создана в 30-е годы XIX века и хранится в Государственном русском музее. Обычно отмечают, что эта работа является первым примером, когда в картину исторического жанра был введён в таком количестве народ. То есть нарастание демократических тенденций может быть прослежено в разных видах искусства. Также Брюлов был выдающимся портретистом. В данном случае перед нами его автопортрет. И также он был знаменит как мастер жанровой живописи. Перед вами его «Итальянское утро». Мы отмечали, что во второй половине в конце XVIII века формируются предпосылки для исторического жанра в русской живописи. Конечно, XIX столетие даёт нам многообразие примеров. В данном случае перед нами работы Фёдора Бруни, которые посвящены античной тематике. Дело в том, что в рамках иерархии, которая была принята и актуальна для того периода, исторический жанр предполагал в первую очередь обращение к библейской истории, к античной истории и мифологии. И только после этого рассматривались какие-то сюжеты из национальной истории. И во многом благодаря войне XII года, благодаря патриотическому подъёму, который она обусловила, эта тема становится ещё более популярной в изобразительном искусстве. Одним из самых выдающихся мастеров первой половины XIX века является художник Александр Иванов. Произведение, которое вы видите перед собой, это явление Мессии, явление Христа народу, писалось около 20 лет. Произведение, которое также иначе по-новому трактует библейский сюжет, где действительно ключевым персонажем становится даже не Иоанн Предтеча и не Спаситель, которого мы видим, подходящего к людям, которые принимают крещение. Здесь главное действующее лицо — это именно народ. Поэтому названная тетенция, она, как я уже говорила, прослеживается в изобразительном искусстве. Последовательная эволюция художественной культуры приводит к появлению критического реализма. И мастер работы, которого представлено перед вами, это Павел Андреевич Федотов. Его работы «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Анкор, еще анкор» — это, конечно, очень значимое явление в русской художественной культуре, потому что критический реализм, он получит свое дальнейшее развитие уже в творчестве мастеров последующего этапа, в творчестве художников 60-х годов, которые вошли в историю искусства под именованием передвижников. Художники-передвижники, которые отказались писать выпускную работу в рамках Академии художеств на заданную тему. Тема была посвящена скандинавской мифологии. Отказавшись от этой темы, они вышли из Академии и основали такое общественное объединение, организовывали передвижные художественные выставки и писали работы на темы, которые отражали непосредственно современную Россию. Это было характерно для всех жанров. И для портретов, как представлено на этом слайде, и для пейзажного жанра, как мы видим на произведениях Шишкина, и в других разновидностях, в других жанрах, о которых мы с вами говорили на одном из первых занятий. К концу XIX столетия были сформированы предпосылки для появления новых взглядов, для появления новых художественных форм, и формируются предпосылки для русского импрессионизма. Представителями русского импрессионизма являлись разные живописцы, среди которых хотелось бы особенно отметить Левитана. Исаак Ильич Левитан, который является таким вот певцом русской природы и красоты родной земли. Произведения, которые представлены перед вами, они уже относятся к 70-80 годам XIX века. Среди мастеров-передвижников обязательно следует знать Илью Ефимовича Репина, который работал и как художник в рамках исторического жанра. Есть у него и портреты, жанровые сцены. И, конечно, масштаб, который он раскрывает в своих произведениях, он поражает современников. Насколько ярко, насколько глубоко он давал характеристику историческим событиям, насколько он был глубоким психологом, когда создавал свои портреты. Ещё один мастер, который также должен быть назван в разговоре о передвижниках, это Николай Николаевич Гея. Работа Пётра I допрашивает царевича Алексея. Это Василий Иванович Суриков, тоже мастер, который обращается к интерпретации русской истории. Это Василий Дмитриевич Пальенов. Его пейзажи, которые представлены перед вами, также выражают новые идеи, которые раскрывались и развивались в рамках второй половины XIX столетия. Архип Иванович Куинджи был выдающимся пейзажистом эпохи, а творчество Василия Верещагина было в большей степени связано с батальной живописью. Это выдающийся художник, творчество которого оборвалось трагически во время русско-японской войны. Завершая разговор об эволюции изобразительного искусства, который получился очень кратким, буквально на уровне перечисления, мы скажем несколько слов и о скульптуре. Названные тенденции, которые характеризуют развитие культуры XIX века, в полной мере раскрылись и в данном виде искусства. Перед вами памятник Минину и Пожарскому. Это работа Ивана Петровича Мартаса, которая была создана в 1818 году. «Гражданский пафос. Обращение к национальной истории». И такая высоконравственная тематика характеризует данную монументальную скульптуру. Еще одно произведение, которое также выражает тему, связанную с патриотическим подъемом и с гражданским пафосом, это статуи Орловского, которые изображают выдающихся полководцев Кутузова и Барклая-де-Толли, которые были установлены около Казанского собора. Ну и в второй половине XIX века в скульптуре, конечно, появляются предпосылки для таких более сложных тем, более противоречивых, которые находят воплощение в творчестве Марка Антокольского перед вами. Его статуя, которая изображает Ивана Грозного и произведение «Нестор летописец». И его же авторство – памятник Петру I. Отметим, что было несколько этих памятников, в частности, уменьшенная копия, она была установлена во многих городах – Архангельске, Петергофе, Таганроге и Петербурге. И творчество Опекушина и Микешина завершает развитие скульптуры во второй половине XIX века в рамках вот такого нашего краткого обзора. Скажем два слова о произведении «Памятник тысячелетию России», который располагается в Великом Новгороде. Это такой образец ансамбля, в рамках которого мастер сумел раскрыть основные этапы русской истории и в то же время выразить те идеи, которые были характерны для развития общественной мысли, для развития государства в рамках официальной линии. То есть это, конечно, в первую очередь акцент на православие, самодержавие и народность, знаменитая уваровская триада, которая определяла развитие культуры достаточно длительный период. Таким образом, подводя итоги, скажем, что, конечно, за 20 минут очень сложно дать характеристику культуры XIX столетия, поэтому я надеюсь, что вот этот обзор, он станет таким импульсом, благодаря которому вы более углубленно изучите эти памятники, эти произведения и творчество этих авторов. Благодарю вас за внимание.